Здравствуйте, с вами Влад и новый авторский рассказ моего канала «Удивительные истории». Эй ты, маленькая неряха, а ну вставай немедленно и отправляйся на работу. Не видишь, что ли, твои родители приболели и не в состоянии даже встать с постели? Вопил, что есть мочи тощий мужчина с валившимися в орбиты глазами и недельной щетиной на лице. Услышав ненавистный голос своего отца, семилетняя Анечка вздрогнула от страха. Но слова мужчины о том, что тот не может встать, несколько успокоили девочку. Значит, хотя бы сейчас ей удастся избежать встречи с тяжелым ремнем родителя. А если она хорошо поработает, то может быть и вовсе этим днем можно будет обойтись без порки, которые ее награждали по любому поводу. Несмотря на то, что до рассвета было еще далеко, Аня должна была отправиться на заработки на ближайшую к хутору, где они жили, свалку, чтобы в помоях найти какие-то ценные вещи, чтобы можно было сдать на заготовительный пункт вторичного сырья. Так уж случилось, что в семье работал лишь ребенок. Вместо школы целый день проводивший в зловонном ужасном месте вместе со стаями диких истощенных псов и целой кучей бездомных конкурентов. Всему виной была, конечно, не болезнь, а пристрастие пары к горячительным напиткам. Хотя еще пару лет назад супруги были вполне благополучными людьми, которые, продав квартиру и временно поселившись на съемной, занялись небольшим семейным бизнесом. Вот только просуществовал тот совсем недолго. С треском провалился Андрей при очередной сделке и, оказавшись должным кучу денег, в итоге едва не оставил семью на улице. К счастью, средств, оставшихся от продажи квартиры, хватило, чтобы отдать долг и купить домик близ одной из деревушек. Однако после этого пара стал искать утешение в бутылке, обвиняя один другого в неудачах. Вскоре увлечение перешло в пристрастие и они, страшно деградировав, превратились в настоящие отбросы общества, дошедшие до того, что единственным добытчиком и хозяйкой в доме стала семилетняя девочка. — Конец тебе будет, если денег до вечера не принесешь! — бросил ей вместо прощальных слов та, кто право не имела называться матерью. Зная, что ослушаться нельзя, Аня поскорее вскочила с лавки у печи, где спала, и со слезами наглазав, взглянув на свою единственную игрушку, висящую у нее на шее маленькую серебристую бабочку, глядя на которую ей отчего-то становилось легче на душе, Аня поскорее оделась и вышла прочь из дому, под дикие крики родителей, затеявших ссору из-за остаток выпивки, быстро завершившейся победой Андрея. Впрочем, Виктория не слишком расстроилась, ведь днем супруги ожидали в гости таких же заблудок, а уж те наверняка что-то принесут с собой. Дочь женщину волновала лишь по причине, чтобы было чем поправить здоровье завтрашним днем. Никакой проблемы в том, что ребенок каждый день в холод и дождь работает на свалке, она не видела. В этот раз на свою беду Аннушка пошла необычной дорогой, через мост. Так было значительно дальше, а лед на реке был уже достаточно крепким, поэтому девочка решила немного срезать путь, и как только рассвело, пошла через реку. Ничего не предвещало беды, лед действительно был настолько крепким, что выдержал бы и слона. Но девочка не знала, насколько коварной была эта река. Дойдя до ее середины, под снегом она не заметила блеск, а когда сделала еще один шаг, внезапно оказалась в воде, провалившись в полынью по самую шею. Напрасно Анечка звала на помощь, места здесь были глухие, и никто не слышал ее. Вскоре сил кричать у ребенка не осталось, и в последний раз взмахнув рукой, девочка начала тонуть. Но вдруг сильная рука, подхватив ее за шиворот, вытащила из воды. В эту ночь Сергею не спалось. И вовсе не потому, что мороз за окошком его жалкой лачуги стоял нешуточный, а печка давно потухла. К подобным трудностям бывший пожарный давно уже привык. Все-таки, уже не первый год он живет отшельником. Здесь, на берегу небольшой речушки с обрывистыми берегами. Бурное течение с плещущимися волнами убаюкивал его по ночам, отвлекая от грустных мыслей. Но в эту студеную зиму даже оно не смогло устоять перед лютыми морозами. И вскоре река замерзла. Да так сильно, что по ней даже на грузовиках можно было кататься. Впрочем, в подобных развлечениях Сергей не нуждался, предпочитая коротать время с пользой, собирая дары леса или занимаясь охотой. Все, что ему удавалось добыть, он обменивал в ближайшей деревне на твердую валюту. И с горящими от счастья глазами прятал ее в надежном и укромном месте своей маленькой хижины. А раз в месяц, взяв деньги со счастливым лицом, он зачем-то ехал в город, где с триумфом заходил в один из банков, из которого уже выходил без копейки в кармане, зато с чувством выполненного долга. Сегодня Сергею не спалось. Всю ночь, укрывшись старой дерюгой, он проворочился на своей скрипучей металлической кровати, что нашел еще, когда приехал сюда на ближайшей мусорной свалке. Раритет был, видимо, со времен вождя мирового пролетариата и годился разве что на металлолом. Но Сергей починил кровать, и вот уже пять лет ложе служило ему верой и правдой, давая отдохнуть уставшему телу. Однако нынче оно оказалось бесполезным. Едва мужчине удавалось хоть немного забыться тяжелым сном, его тут же начинали мучить кошмары, где его преследовал разъяренный пес, вгрызающийся зубами в его шею. Каждый раз мужчина просыпался с криком ужаса и страшного волнения, но отчего-то не за себя, а за кого-то другого. Хотя волноваться ему было не за кого, ведь уже много лет он жил в одиночестве, а из семьи у него был разве что такой же бездомный кот Васька, который как-то раз пришел за ним из деревни, да так и остался в его лачуге. Не в силах больше пытаться заснуть, Сергей выбрался из своего ложа и зажег фонарик, тусклым светом осветив свое жалкое жилище. Вскоре в буржуйке весело заплясали языки пламени. Сверху зашкварчил чайник и сковорода салом, что он в прошлый раз выменил в деревне у Насти на заячью шкуру. Кусок сала был огромным, а шкура такая маленькая. Бартер этот явно не был равноценным. Так ведь в придачу женщина, в одиночку ведущая хозяйство и воспитывающая десятилетнего сына, хотела еще дать ему домашней консервации. Но Сергей благоразумно отказался, и так то и тяжело приходилось. К тому же это означало какое-то сближение, пусть даже из жалости. А ему, отшельнику, который потерял веру в счастье, это совершенно ни к чему. Васька, учуя в скорый завтрак, быстро соскочил с кровати, где спал вместе с хозяином. И несмотря на то, что в зимний период просыпались они гораздо позднее, ласково мурлыкая, начал выпрашивать для себя пищу. В скором времени, наскоро перекусив, мужчина оставил кота греться у печки, а сам с первыми лучами солнца отправился прогуляться, чтобы немного развеяться и отвлечься от печальных мыслей. Утро стояло чудесное. Накануне вечером выпал свежий снег, блестящий сегодня в ярких солнечных лучах. На небосводе не наблюдалось ни единого облачка, благодаря чему мороз больно покусывал его лицо и щеки. Однако, не обращая на это никакого внимания, отшельник покрепче запахнул свою видавшую фуфайку и сбросив с себя некое оцепенение, бодрым шагом зашагал вдоль берега реки, промерзши местами до самого дна. Но при этом прекрасно знал ее коварство бывший спасатель, ведь местами были подземные источники, которые не замерзали даже в самые лютые морозы и были прекрасными ловушками для тех, кто об этом не догадывался. Но кому могло прийти в голову гулять по реке в стужу, да еще и в таких глухих местах по соседству со свалкой? Уже с километр прошел отшельник любой с природой, заснеженными шапками деревьев, снегирями, весело чирикающими у рябины и даже пролетевший совсем неподалеку от него припозднившейся совой. А может быть, кто-то спугнул ее? Но кого сюда могло занести? Едва только подумав об этом, мужчина замер на месте, неожиданно среди белого безмолвия на миг заметив взметнувшуюся из середины реки маленькую ручку. Тут же бросился в это место отшельник, вспомнив долг бывшего спасателя. Как и ожидал Сергей, коварство реки сработало, и в ловушку попала маленькая девочка, которая уже из последних сил барахталась в проруби. На вид ей было лет семь-восемь, не больше. Но при этом она здесь была совершенно одна, и если бы не он, малышка неминуемо бы погибла. В мгновение ока мужчина схватил ребенка за воротник дешевой тоненькой курточки и вытащил из западни. При этом ненароком он потянул и за просмоленную веревочку, тем самым вытащив из-за ворота и маленькую металлическую бабочку. Тут-то едва и не ошалел Сергей, потеряв дар речи, ведь он узнал ее. Почти перед самым его уходом из пожарной части он вытащил из горящего дома одну старушку. Тогда строение сгорело дотла, но бабушка осталась цела и невредима. Весело подмигнув ему, она достала из кармана пальто эту самую бабочку и протянула ему. «Вот, возьми. Эта безделушка ничего не стоит, но она еще принесет тебе счастье». «Так ведь оно у меня уже есть. И квартира в наличии, и работа, и жена с дочкой». Попробовал было возразить пожарной. Но бабушка в ответ сказала ему странные слова. «Когда придет время, узнаешь. Счастье ведь оно зыбкое, словно квашня». Прошамкала старушка своим беззубым ртом, удаляясь прочь. А уже этим вечером, придя с работы, Сергей забрал свою крошечную двухлетнюю дочь Анюту из детского садика и там же вручил девочке бабочку, что ей очень понравилось. Тут же она нацепила ее на шею, заявив, что это самый лучший подарок, и она всегда будет его хранить. Сомнений быть не могло. Спасенная им девочка его дочь. И хоть он ее не видел больше пяти лет, но воспоминания давно минувших дней быстро захлестнули его разум. Пока мужчина с ребенком на руках, которого он закутал в свою фуфайку, мчался изо всех ног в ближайшую деревню, прошлое вновь пронеслось у него в голове со скоростью ураганного ветра. Тот далекий день не только подарил жизнь спасенной им старушке, но и разрушил его собственную дооснование. А все потому, что после удачного дня начальство решило отпустить его смену пораньше, чтобы ребята отдохнули после тяжелого задания. Потому-то и забрал он дочь из садика раньше обычного. Еще хорошо, что она тогда была еще совсем малюткой и ничего не понимала. А понимать было, что… Еще у входной двери их с женой Виктории квартиры он заподозрил неладное, потому как та была приоткрыта, а из-за нее он услышал довольно недвусмысленные звуки, доносящиеся из их спальни. Отведя Анечку к соседке, Сергей буквально ворвался в квартиру, по которой были разбросаны мужские и женские предметы гардероба. По всей видимости, парочке настолько не терпелось, что они даже дверь запереть не удосужились. То, что вытворяло его супруга, намертво врезалось тогда в его память. Ее Сережа не тронул. Не в его правилах было бить женщин, зато на орехи досталось любовнику жены. Ему обманутый муж хорошенько намел бока, выбросив из квартиры через окно, чем, к сожалению, нанес ему значительные травмы. За это он получил условную судимость, из-за которой его выгнали из пожарной части. А после он отправился доживать свой век в отшельниках. Прекрасно зная, что у мужа на нее рука не поднимется, Вика сходу приступила к нападению, ведь это, как известно, лучшая защита. На его немой вопрос отчаяния женщина заявила, что в ее измене супруг сам виноват. Дескать, он постоянно на работе, спасает какие-то ненужные чужие жизни, а она дома мается от тоски и безнадеги. Да и как мужчина, он ничего не стоит. Не то, что Андрей, с кем она просто вынуждена была познакомиться, чтобы заменить такое ничтожество, как он. Примерно такую реплику от предательницы услышал тогда бедняга. Уже когда, собрав свои небольшие пожитки, уходил из дома навсегда. А после суда и вовсе запретила ему мать видеться с дочерью. Дескать, нечего травмировать детскую психику отцом-уголовником. Зато, разумеется, не забыла негодница оставить реквизиты для перечисления алиментов. Первое время еще пытался Сергей видеться с дочкой, но каждый раз при этом Вика вызывала полицию, чем страшно пугала девочку. Тогда-то и решил ее отец прекратить бессмысленные попытки. Через время он узнал, что жена его окончательно сошлась с любовником и, продав квартиру, которую в свое время уговорила мужа подарить ей, уехала в неизвестном направлении. Тогда Сережа до безумия любил жену и не видел ничего зазорного в том, чтобы оформить дарственную на квартиру, что досталось ему после смерти матери. Ведь она достанется не Вике, а скорее его доченьке. Поняв, что все мосты сожжены, мужчина замкнулся в себе и начал жизнь заново, в одиночестве, и нарушали его лишь редкие походы в деревню. Там, у колонки, он однажды и познакомился с Настей, молодой вдовой, чей муж погиб при несчастном случае несколько лет назад. Их совместное одиночество на самом деле очень сближало. Как оказалось, и тем для разговора у молодых людей оказалось немало. Для того, чтобы видеть Сергея, Настя даже стала просить отшельника приносить ей почаще совсем ненужные ей вещи, вот вроде той самой шкурки зайца. Как могла, скромная женщина намекала, что очень уж ей понравился хозяйственный и добрый отшельник. Мол, пора ему уже вернуться в цивилизацию. Но стойко держался Сергей. Больно уж болела у него душа после предательства самого близкого для него человека. Ведь Вике он доверял больше самого себя. И самому ему понравилась порядочная женщина, доктор из местной амбулатории. Но гнал он все эти мысли из своей головы, боясь вновь обжечься. Кто знает, чем бы закончилось это противостояние влюбленных молодых людей. Скорее всего, упрямство отшельника бы победило. Но вспомнил Сергей и о словах некогда спасенной бабушки. Все эти мысли быстрее молнии мелькали в его голове. Но главной из них было для него спасти дочь. С ней на руках и ворвался он в дом пораженной Насти. Быстро сориентировалась женщина, первым делом вызвав скорую помощь, а после принялась отогревать ребенка. К счастью, Анечка быстро пришла в себя. А уже уезжая в больницу, девочка плакала от счастья, узнав, что дядя, спасший ее, – это ее настоящий папа. Несчастный ребенок столько перенес, что радовался бы, наверное, и отцу Лешему, и матери Кикимори, лишь бы только не видеть больше дядьки Андрея и мамы Вики, все эти годы бесстыдно спускавших деньги на свое увлечение, что отправлял дочери отец. Парочку, сладко спящую после утренних возлияний, которые совершенно не волновало, что произошло с Аней, в этот же день взяли под стражу. Теперь обоим грозит приличный срок за истязание ребенка и оставление его в опасности. Из больницы девочка вернулась уже не в страшную гнилую избушку, а в добротный дом Анастасии. Она, поборов скромность, предложила свою помощь отшельнику, ведь тому с такими же личными условиями точно бы не отдали ребенка. Только тут наконец и понял Сергей, что Анастасия его искренне любит. Слезы ответной любви и благодарности выступили у него на глазах. Долго молодые люди ждали этого момента, бросившись в объятия друг друга, приговаривая только одни слова «теперь мы будем счастливы». Спустя несколько месяцев бывший отшельник, устроившись на работу в лесничество, сделал Насте предложение, которое та с радостью приняла, ведь каждый из них впервые за долгие годы ощутил, что такое настоящее счастье и верность. Рады были и дети будущих супругов, ведь давно уже Анюте с Ваней хотелось назвать их мамой и папой, и эта возможность к счастью им вскоре предоставилась. Если вам понравился рассказ, просьба поддержать меня кнопкой палец вверх. Одно простое действие, но для меня это очень важно. Всего вам доброго!